Сообщение уйдет к брокеру и, соответственно, будет тут же им получено. Его можно будет просмотреть. Также есть вкладка новостей, где можно следить за всем происходящим в мире. Здесь публикуются как сообщения от украинской биржи, так и публикуются все новости и данные от информационного агентства Интерфакс. Если какие-то выходят статистические показатели по зарубежным рынкам, они здесь также отображаются, например, как количество первичных заявок по рынку труда или какие-то важные сообщения, которые происходят в экономике стран. Можно тоже их посчитать, в случае чего скопировать и сохранить для себя, например, для последующего прочтения. Также у нас остаются две другие вкладки. Это рынок котировок и ПФТС. Если вам интересно следить за этими площадками, что на них происходит, мы также можем на них переключиться. И также можем проанализировать ситуацию по ценам и по бумагам, которые есть. Расположение примерно точно такое же, как и на первой вкладке. Все те же графики, все те же таблицы с котировочными стаканами. Можем их настроить под себя аналогично. Вернемся на первую таблицу и посмотрим, как еще можно удобно для себя настроить те же графики, например, для того, чтобы работать с ними отдельно. Здесь мы ранее добавили индикатор MACD, который у нас практически вплотную подлинул другие индикаторы. Такие как цену бумаги, объемы. Ну и соответственно сам он достаточно узок. То есть не совсем понятно, куда там смотреть и что он отображает. Для того, чтобы таких неудобств не было, можно создать отдельную вкладку для того же технического анализа. Отдельная вкладка создается очень просто. Через меню окна. Далее сделать закладки. И выбираем добавить. Назовем ее, например, графики ТА. Графики технического анализа. Выбираем ввод. Нажимаем сохранить. И у нас получается такое серое поле. То есть рабочее пространство, которое пока еще постоя. И на которое мы можем переместить все, что желаем. Выбираем рынок заявок. Дублируем тот график, который уже есть. Дублируется он путем выделения самого графика. И нажатием комбинации клавиш Ctrl N. Появляется у нас еще точно такой же дубликат графика. Нажимаем в любом месте на графике правой кнопкой мыши. Выбираем пункт переместить на закладку. И выбираем на какую закладку. На только что, которое мы создали. Графики ТА. Вот у нас график отсюда пропал. Переходим на вкладку, которую мы создали. И видим, как этот график сюда переместился. Расширяем его на дискран. И соответственно здесь уже достаточно пространства для того, чтобы следить за теми индикаторами, которые мы добавили. То есть это достаточно удобно. Он уже менее сплюснутый. И соответственно можно по этому графику просмотреть больше информации. Вот таким образом. Даже можно добавить сюда еще другие индикаторы, которые нам помогут с анализом. Также по результатам наших сделок можно будет просмотреть отчеты за весь день. Допустим, нам нужно посмотреть, какие сделки мы делали в течение всего торгового дня. Выбираем отчет по всем сделкам. Вбиваем наш код клиента. И указываем даты, за которые мы хотели бы посмотреть все наши сделки. Нажимаем выполнить. Если какие-то сделки проходили в указанную дату, интересующую нас день, то они будут отображаться здесь. То есть мы видим полный отчет, который достаточно удобен для просмотра. Потому что видно сразу время, посекундно, когда сделка была совершена. Номер сделки, который транслируется с биржи. Номер заявки, при исполнении которой выполнилась сделка. Соответственно код бумаги. Направление, количество, цена, объем. Достаточно детальный отчет. И также показывается итоговая сумма сделок на покупку, на продажу. Которые мы можем потом в течение торгового дня проанализировать. То же самое можно сделать с отчетами, чтобы посмотреть динамику портфеля. Смотрим, какие у нас бумаги были на начало торговой сессии. Которые мы купили или продали во время торговой сессии. И соответственно смотрим в денежном выражении количество средств, которые у нас было в начале торговой сессии. И по завершению торговой сессии. И можем также посмотреть оценку входящую и исходящую. Все таблицы, которые мы видим в торговой системе, они были заранее настроены и предустановлены брокером для удобства торговца. Если мы хотим вызвать эти таблицы самостоятельно, создать и настроить их по собственному усмотрению. То это можно сделать из ленты меню, которая находится в самом верху. Это связь, экспорт данных, таблицы, торговля, новости, лимиты и так далее. То есть вот например, если мы возьмем и случайно закроем эти таблицы, которые здесь у нас есть, совсем. То мы можем запросто их вызвать из меню, которое есть у нас на таблице инструментов. Текущую таблицу параметров, которую мы закрыли последний, можно создать нажав на эту иконку. Выбрав инструменты для отображения, нас интересуют бумаги на рынке заявок. Соответственно нажимаем, добавляем их и у нас появляются доступные параметры. Тоже нажимаем добавить все, нажимаем ok. Видим эту таблицу, она имеет уже не столь привычный вид, который был раньше. Почему? Потому что это ее базовые установки, там уже нету чересстрочного цвета, который приятен для отображения. И соответственно у нас есть куча других параметров, которые расположены в абсолютно другом порядке. Нам все это придется настраивать вручную. Если мы этого делать не хотим, мы просто загружаем настройки по умолчанию, которые у нас были. Выбираем тот же InfoVND и ждем. Вот у нас настройки загрузились. Все эти таблицы, которые у нас были, они остались в прежнем виде. Также стоит понимать, что, скажем вот, индикаторы, которые мы добавляли на графике, они исчезли. Почему? Потому что после добавления мы эти настройки не сохранили. В избежание каких-либо казусов, все настройки, которые вы делаете в торговой системе, рекомендуется раз в день сохранять отдельно. Через тот же пункт настройки. Сохранить настройки файл. И еще раз сохранить. Этого будет достаточно для того, чтобы удостовериться, что интерфейс в том виде, в котором был загружен раньше, останется при следующем запуске терминала. Опять же таки, все эти таблицы, которые здесь есть, можно также вызвать через ленту меню, которое присутствует. Например, текущая таблица вызывается не только с панели инструментов через иконки, но также через таблицы. Текущая таблица. Скажем, мировые какие-то котировки. Добавить, выбавить все. И вот мы видим, как у нас появились необходимые нам данные. Если нам что-то не нужно, мы закрываем. То есть система достаточно гибкая. Используется разный функционал. Если вам что-то непонятно, допустим, какой-то пункт мы не забыли, то достаточно нажать на клавишу F1, выбрав интересующую нас таблицу. И открывается такая удобная справка. В которой кратко описано, для чего эта таблица, каково ее назначение. И как рассчитываются параметры, которые в ней указаны. Ну, например, если мы перейдем во вкладку портфель. Нам интересно, как рассчитываются данные в графе текущие средства. Выделяем таблицу, нажимаем F1. И видим, как у нас перечисляются интересующие нас параметры. Нас интересуют в данном случае это текущие средства. И мы видим, как описывается это поле. Например, как рассчитывается прибыль и убытки. Да, прибыль и убытки это текущие средства минусходящие средства. Вот, соответственно, если нас интересуют более детальные формулы по каждому полю. Например, по текущему средству. То мы идем в приложение. И смотрим, где тут наши текущие средства. И видим формулу расчета по данной графе. На текущий момент это все. Всем спасибо за внимание. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете оставлять их в чате. Всем еще раз спасибо. Всего хорошего. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok